Хей-хей! Всем привет! С вами Юля, мы на канале Польский Ту, и сегодня наш новый урок польского языка. Сегодня мы поговорим о том, что такое просьба, как правильно попросить кого-то о чём-то, потому что у нас есть несколько структур в польском, не так всё просто, как кажется, на первый взгляд, так что обязательно досматривайте до конца, потому что все, кто хочет жить в Польше, кто живёт уже в Польше, вы знаете, что постоянно в магазинах, в бужендах, везде-везде нужно о чём-то просить, так давайте просить правильно. Есть два слова, у нас есть слово прощить, так, и будет форма прошел, и есть форма попросить, и будет форма для меня, да, я попроше. Прощить — это форма недоконана, да, то есть это несовершенный вид, а попросить — это форма доконана, то есть совершенный вид. И тут нужно различать, да, в принципе, значение одно и то же. Но мы будем часто использовать в разных ситуациях. Начнём, давайте, с самой простой ситуации. Мы пришли куда-нибудь в кафе или в магазин, и тут мы используем форму попрошу чаще всего, да. Попрошу кафе с млекем, попрошу капучино на кокосовом, попрошу tę булечку, попрошу макароник. То есть мы все говорим попрошу и используем здесь бирник, так, попрошу, co? Например, попрошу пиццу, такую и такую, albo попрошу макарон с курчакем, попрошу зупу помидоровую. То есть всегда здесь у нас появляется берник, попрошу кого-то. И обратите внимание, что здесь у нас все очень конкретные предметы, да, мы говорим попрошу кафе, попрошу пицце, попрошу зупе, попрошу, не знаю, макарон, так. То есть это у нас какие-то конкретные предметы, приходимые мы в попрошу хербаты, да, то есть это что-то, что нам могут прямо дать физически. Но если наша просьба немного более сложная или об абстрактных явлениях, то тогда мы будем использовать предлог о. Например, мы повимы прошу о помощь. То есть если мы будем говорить прошу помощи, да, я прошу помощи, мы скажем прошу о помощь. Потому что это уже абстрактное какое-то явление, мы о чём-то просим, да, не просто что-то, а о чём-то, что нам не могут так просто принести и дать. Прошу о помощь, прошу о заразумении, да, то есть я прошу меня понять, прошу о заразумении. Мы часто видим в разных местах, где нужно ждать, висят разные таблички. Прошу о заразумении, да, то есть я прошу вас потерпеть, да, прошу, просим, чтобы вы будете с терпением отнести к ситуации. Так, прошу, або просим о заразумении, то есть это все абстрактные понятия. И часто именно с этими абстрактными понятиями мы говорим прошу о coś. Прошу о помощь, прошу о заразумении, прошу о заразумении и так далее. Прошу о зажекании на coś там, coś там. А если мы хотим конкретную вещь, нам ее подали, то мы говорим попрошу, попрошу соль, попрошу пепс, попрошу воду, попрошу еще сломку. Например, да, мы видим в ресторане, о, попрошу еще сломку, да, то есть трубочку к этому. То есть это все очень конкретные вещи, очень конкретные вещи. У нас также есть структура «мам прощбы», да, то есть «меть прощбу». И тогда мы можем сделать это через запятую, да, или через стоочку, лучше через запятую, конечно. Например, «мам прощбэ», «чы подаłby мне пан тэн сломкэ», «мам прощбэ», «чы пан може принести мне еще одну хустечкэ», «мам прощбэ», «чы може пані принести додатковый талерз». То есть мы можем разбивать на две части. Если мы не хотим использовать «просше о», мы неуверены как уберник в этом слове, да, мы можем разбивать это на две части. Будет вежливо сказать «мам прощбэ», «чы може пан», «чы може пані» так coś для нас zrobić. А zwrócić внимание «мам прощбэ», «мам прощбэ». «Мам прощбэ» или «мымões после этого использоваться ж�데». «Мам прощبل, чтобы ты пришла trochę wcześniej». Так? То есть «мейz прощба, чтобы ты пришла, пришла к нам немного раньше». «Мам прощбэ, чтобы ты пришла», «мам прощбэ», «же быście coś там zrobили». Да, то есть мы можем использовать через «же бы», «чтобы ты что-то сделал» или «что-то сделала». Ну и, конечно, у нас есть ещё один вариант, да, мы можем сказать «попрощил бым» albo «попрощила бым». Вот эти «бым» добавляются, чтобы немножко смягчить ещё, да, предложение, то есть это будет уже прям совсем-совсем вежливая форма. Например, «попрощил бым капучино с млеким», так, капучино завшись с млеким, «попрощил бым капучино с млеким безлактозовым», так, «попрощил бым пиццу с оливками», «попрощил бым то дотодание», да, то есть я бы попросил, либо попросилабым, на przykład, пиццу без глутену, так, «попрощил бым», «co»? То есть именно очень вежливая форма, не просто «прощай», «попросы», а еще «попрощил бым», «попросил бым», «прощай», «более вежливая форма». Так что это было все на сегодня, наш короткий урок о том, как попросить правильно, как правильно составить предложение, чем отличается прошло от попрошло, так можно еще прошло, прошло бы, прошло бы, прошло бы. Также вам напоминаю, что уже в июне, 30 июня стартует наш новый курс, точнее не новый, а уже следующий наш набор курса с А2 на Б1, там мы разбираем подробно конструкцию, куда это все правильно разместить, так что там будет у нас уже более серьезная грамматика и очень много практики, мы пересказываем разные сказки, у нас очень много устных заданий на говорение, также на написании, очень много сочинений, ответов на вопросы, нужно писать разные жанры, ну и конечно же у нас есть курс с нуля до А2, который стартует 15 июля, будет вся информация внизу, как обычно в ссылке в описании, занимайте места уже сейчас, потому что на группу на Б1 у нас уже достаточно много мест занято, мы берем там, к сожалению, меньше людей, чем на А2, так что спешите занимать свои места, если хотите использовать еще более сложные, но в то же время классные и жуткие длинные конструкции. До встречи в следующем уроке, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте лайк, комментарий, нам это очень важно, чтобы как можно больше людей увидело наше видео и говорило правильно по-польски. Па-па!